Не побудете моим парнем? Всего минуту. Вы же не серийный убийца, верно? Ну, это зависит от того, сколько раз надо убить, чтобы стать серийным. Раз пять. О, тогда всё нормально. О, Боже, это мой муж! Заткни свою пасть! Стой, 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 стой! Жарик, подожди! Я тебя сейчас грохну! Давай, пристрели меня. Скажем честно, ты облажался. Он раскусил вас. А, чёрт! Я знал, что ни хрена не получится! Отстойный наезд! Тебе надо быть повнимательней. Я за тобой два квартала иду. Не заметила? У меня на затылке глаз нет. А в чём твоя фишка? Ты подставной, разводящий. Расскажи мне. Я могу всё. Я давно в этой игре. Мы-то говорим о более сложных вещах? Когда ты стащил мой кошелёк? Сам узлов сколько? А то толстожопый Фархад прилетает. Два. Я просто хочу в команду. И никакого незабываемого перепиха? Нет. Какой же ты гад! Да, ему все это говорят. Находим богатых клиентов. Только не с палкой и не инвалидов. Это плохая примета. Прости, что? Ладно, план Б. Багет. Ну ладно, я сама. Что? Дай мне приёмщика. Ты в команде. Правда? Поздравляю, ты уголовница. Во всех крупных отелях работают воры. Работают быстро и сваливают прежде, чем народ очухается. И если ты вдруг почему-то решила, что я позволю твоей матери так со мной говорить, да ты нахрен сбряндела? Я взрослый мужик! Что ты орёшь на меня? Жена тебе выгоднее всего. Кому они расскажут. Я тебя наобьёшь! Зачем такому, как он, столько денег? Он финансирует свою линию соусов. Ах да, это его место. Уступи ему. Что за девка? Её зовут Джесс Фархад. Она наш стажёр. Ты её трахаешь? Нет, Фархад, я её не трахаю. А зря. Нас где-то человек 30, каждый вносит долю в общак. Это на взятки и на адвокатов, если кого-то закроют. Тьфу-тьфу-тьфу. Какая красотища. Как думаешь, можно мне... Похоже, тебе можно доверять. Это моя жена Лейда. Красивая. Это мой член. Круто. Извини, пожалуйста. Чего? Это моя собака. Ненавижу её. Значит, вы с Ники знакомы уже давно? Мы спим вместе, ясно? Как древние греки. Ну что, готов? Да. Можно поучаствовать? Конечно. Десять баксов, мистер... Лио, я считаю, пятеро посмотрят это точно. Есть! Есть! Я победила! Я хочу справедливости. Хочу вернуть свои деньги. Пять тысяч. Да он пьяный. Просто пьяный. Ну давай, я хочу играть. Нельзя этого делать. Ставлю всё. Миллион сто тысяч. Удваиваю. Да у тебя проблемы, друг мой. Возьми бинокль, выбери любого игрока на поле, а я угадаю его номер. Два миллиона. Это просто безумие. Я упрощу задачу. Ты выберешь игрока, а она угадает номер. Что? Выбери. Не заставляй меня это делать. Я выбрал. Хочешь, я запишу номер? Я тебе доверяю. Номер пятьдесят пять. Нет. Я думаю, не может быть. Это просто невероятно. Как ты это сделала? Я угадала. Ты? Ох, у тебя просто железобетонные яйца. Удваивы? Ух, за что развеете? А ну, пошёл вон из моей ложи. Ли Юань Цзи. Легендарный игрок. Он заключает пари по любому поводу. И всегда на огромную сумму. Мы ему подсказывали. Причём весь день. Мы подсказывали ему с того момента, как он вышел из номера. Он даже видел Фархада. Дайте мне проехать, ваше мать, фанаты, толпаны! И почувствуй отсюда! Эти намёки были везде. Начиная с количества цветов в Азии и заканчивая татуировкой на спине у девки, которую мы послали к нему. На китайском пять – это ву. И в песне «Жалость к дьяволу» Ву-ву повторялось 124 раза. Он не фиксировал это. Но цифры были рядом. И когда он взял бинокль, посмотрел на поле и увидел знакомое лицо с номером 55, то внутренний голосочек на задворках его подсознания сказал – «Слепая мышка». Вот он. Он особо называется «Слепая мышка». Я слепая мышка? Ну ты гад! Почему вы приняли моё предложение? Я сейчас на миле. Алгоритм сжигания топлива. Да. И эксар. Все его хотят. Да, мистер Гарриго. Договорились. Отлично. Когда я попрошу мартини со льдом и с водкой, сделай мне простую водичку с оливкой. Налей мне водки, пожалуйста. Конечно. Не советую злить мистера Гарриго. Мне нужны доказательства. Я с вами свяжусь. Ну что? Вроде настоящее. Три миллиона, да? Да, сэр. Я могу достать полную версию в течение двух дней. Я хочу, чтобы ты мне поверила. Я желаю вам удачи. С такими друзьями, как вы, она не нужна. Я желаю вам удачи. С такими друзьями, она не нужна. Прости, что я опоздала. С такими друзьями, она не нужна. За 20 лет в этом бизнесе я усвоил, что предосторожность не помешает. Но она в этом не виновата. И она точно вам не понравится. Где-то год назад я взял телефон... Что ты... Ты что вытворяешь? Я не мог больше слушать это дерьмо. Пожалуйста, 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 не уходи, не уходи, не уходи. Нет, 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 смотри на меня, смотри на меня, все хорошо, все хорошо. Он тебе не сказал, что я свой? Видишь, стреляешь между третьим и четвертым ребром, чуть-чуть повыше левого соска. Таким образом, сердце и основные артерии не задеты. Любовь доведет тебя до могилы. Я забираю бабки. Полностью. Нет, да. Нет, да. Я держу. Нет, да. Вы помните. Желтый человек. Вы помните. Продолжение следует...